Согласно хадисам пророка, да благословит его Аллах и приветствует, перед днём суда должны будут случиться различные события, которые будут являться его признаками. Признаки эти делятся на великие и малые. Великие признаки произойдут незадолго до судного дня и будут представлять собой сверхъестественные явления и события, как, например, выход даджаля и народа и аджуч и маджуч. Малые признаки – это те события, которые уже случились или случатся в будущем, и о которых было также сообщено в хадисах. В 654 году по хиджре, то есть в 1256 году по Григорианскому календарю, произошло удивительное событие, которое учёные ислама отнесли к малым признакам судного дня. Об этом событии шесть веков до этого сообщил посланник Всевышнего Аллаха, алейхиссаляту вассалям. В сборниках имамов Бухарии и Муслима, да помилует их Аллах, приводится хадис, в котором пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Не наступит судный час, пока не вырвется из земли хиджаза огонь, который осветит шеи верблюдов в Босре». К землям хиджаза относится область, в которой находится Мекка и Медина, и по сообщению пророка, да благословит его Аллах и приветствует, этот огонь должен быть настолько большим и ярким, что свет его доберётся до Босры, города на юге Сирии, который находится на расстоянии примерно в 2000 километров от Медины. Пророчество это сбылось в VII веке по хиджре, в июне 654 года, когда на лавовых полях неподалёку от Медины из земли вырвался столб огня. Это было извержение вулкана, свидетельство о котором были собраны разными историками того времени. Среди них был выдающийся правовед, историк и учёный грамматики Абушама Аль-Макдиси, который умер через 10 лет после этого случая. Вот что он пишет об этом событии. «У нас в Дамаске солнце и луна померкли, будто во время затмения, и мы были в смятении от увиденного, а затем к нам пришла весть о случившемся в Медине». Свидетелем этого также был один из самых знаменитых учёных ислама, имам Ан-Навави, который в комментариях сахиху имама Муслима, да помилует их всех Аллах, написал, «В наш век, а если точнее в 654 году, появилось пламя. Это было огромное пламя, которое вышло на полях недалеко от Медины, с восточной стороны. О выходе этого огня знал весь Шам и другие области, и мне сообщили о нём жители Медины». Об этом событии также писали такие известные учёные, как Аз-Загаби, Ибн-Кафир, Абдульфида и другие учёные, которые родились после извержения данного вулкана и которые передали в своих книгах то, что услышали лично от свидетелей этого события. Вот, например, что пишет имам Аз-Загаби? «Сообщения об этом огне достигают степени Тауаттур, и о нём сообщил нам посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И об этом мы слышали от тех, кто был в Босре и видел свет этого огня ночью из-за шеи своих верблюдов». Всё началось в понедельник первого дня месяца Джумад-уль-Ахар. В тот день жители Медины услышали шум, похожий на отдалённые раскаты грома. Звуки эти повторялись время от времени в течение двух дней. В ночь среды в Медине произошло землетрясение. Сильные толчки наблюдались до самой пятницы, и от этих толчков содрогались земля, стены и крыши домов. Землетрясение прекратилось в пятницу до полудня. После же пятничной молитвы на лавовых полях низвергалась земля, из которой стал подниматься огромный столб дыма. Через некоторое время стали извергаться языки пламени, и вылетали огромные камни. После этого по долине растеклись огненные ручьи длиной около 12 миль и шириной 4 мили. Камни вокруг горели и плавились, а остывшая лава чернела. Судья Медины того времени, Шамсуддин ибн Синан, рассказал, «После всего увиденного всех нас охватил страх, и отправился к правителю Медины и сказал ему, на нас обрушилось наказание, покайся же перед Аллахом. Тогда он освободил всех своих рабов и вернул людям имущество, отнятое у них. После этого я велел ему пойти вместе с нами к пророку, алейхиссаляту вассалям». Ночь на субботу все жители Медины без исключения, включая женщин и детей, провели возле пророка, алейхиссаляту вассалям. Все жители Медины раскаялись в своих грехах, и больше не слышно в ней ни рибаба, ни бубна, и никто не пьет вино. Получается, в то время жители Медины позволяли себе игру на музыкальных инструментах и распитие спиртного. Огонь этот не исчезал в течение трех месяцев. Из-за постоянного густого дыма не было видно солнца и луны, и даже в Шаме солнце и луна выглядели как при затмении. Все это было великими знамениями Всевышнего Аллаха и напоминанием о тех ужасах, что могут случиться с людьми после смерти и в день суда. «Мы все должны стремиться к праведным поступкам и поддерживать усилия, направленные на распространение истины. Станьте частью нашего дауата и получите вознаграждение сада Каджария». Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал, «Лучшее деяние – это то, что совершается постоянно, пусть даже оно будет небольшим. Вы можете сделать пожертвование по ссылке в описании, да воздаст вам Аллах многократно». Разумный верующий при виде подобных событий, землетрясений, затмений солнца и луны или при виде других природных бедствий должен возвращаться к Всевышнему Аллаху и искренне каяться за совершенные им грехи. Просим Всевышнего защитить нас от зла и бедствий этого мира, от смуты могилы и ужасов судного дня. Аминь. Продолжение следует...